SkyCard. Стирай билетики и выигрывай. Здесь ты можешь заработать быстро и легко, без каких-либо трудностей. Выбираешь режим и начинаешь стирать карточки. Стер одинаковые? Получил свои деньги. Также есть режим битва, где ты можешь поиграть с другими пользователями и попытать удачу. Здесь моментально выводятся деньги на Kiwi, Яндекс.Деньги или банковскую карту. Переходи по ссылке снизу и зарабатывай вместе со SkyCard. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я-я-я, салют. Как я обещал, я здесь. Так, все. Заебись. Так, надо что-то на фон включить. Я с вами вроде как должен был сегодня поговорить и поотвечать на ваши вопросы. Блин, это так непривычно, короче. Более? Не, не, я не про это. Непривычно, когда ты ведешь разговор с человеком, он типа, ну вообще, короче, не может никак с тобой разговаривать. То есть, как бы ему не хотелось, у него ничего не получится. И ты типа разговариваешь, если не смотришь телефон, то тяжело получается. Так. Блядь, где эта хуйня? О, все, отлично я нашел. Пускай будет что-то на фоне хотя бы играть. В общем, всем салют. Как у вас дела? Рассказывайте. Сколько здесь уже поднабралось? Так, давайте я, наверное, сразу, короче, перейдем к вопросам, которые вы оставили мне. Я на часть из них, по крайней мере, попробую ответить, потому что там хуйни очень много. Ну, надеюсь, мы что-нибудь сейчас выловим, интересно, и поговорим с вами. Так, так, так. Планируется тур и мерч. Над мерчем сейчас работает одна девчонка, Снежана. Я не совсем помню, как ее... Снежана Нью-Йорк-Сити. Нет, нет, нет. Она собирается, типа, делать технологичное какое-то ответвление, типа, и она будет его, по-моему, SNJ называть. Ну, типа, как сокращенно. Вот, с ней я... Мы хотим сделать коллаб. И не хотим просто наклеить какой-то принт на футболку. То есть мы хотим придумать какие-то края, придумать какие-то интересные штуки. Поэтому вся эта штука затягивается и не может сделаться там в кратчайшие очень сроки. Но я думаю, мы придумаем какие-нибудь интересные штуки, которые будут и интересны, и покупабельны. Хуево, блядь, есть такое хуево слово, я не знаю, блядь. Вот, короче, надеюсь, все будет хорошо в этом плане. Да, а в плане тура, ну, у меня сейчас, типа, произошла такая внутренняя массовая смена кадров и так далее. Я не могу в этом плане ничего сказать, но рассчитываю, что, ну, может быть, весной мини-тур хотя бы мы постараемся реализовать. Вот. Сразу скажу, все вопросы по поводу баттлов вообще нахуй. Давайте найдем что-нибудь, что у меня еще не спрашивали. О, охуенный вопрос. Типа, что я думаю по поводу камбэка инфинча? Блин, ты вопрос, блядь, вопрос вопрос. Да, ну, на самом деле, вообще ничего не думаю, если честно. Потому что, ну, типа, что я должен думать по этому поводу? Человек, типа, работает над музыкой, что-то придумывает. Если ему нравится то, что он делает, ну, типа, заебись. В общем-то, ну, типа, я нейтрально к этому отношусь. Так что, в этом плане, ничего даже сказать не могу. Удачи ему в музыкальных и всяких других творческих направлениях. Ой, блядь, я так ждал этот вопрос. Давайте, короче, затрем за гипотезу симуляции. Ну, давайте, блядь, затрем с вами за гипотезу симуляции. Ты понимаешь, типа, о чем эта хуйня? Это, типа, теория о том, что все мы живем в виртуальном вымышленном мире. И, ну, типа, все это, короче, все это, короче, игра. Типа такая GTA на супер максималках. Вот. И все уже давно предрешено. И в тебя играют прямо сейчас, короче. Ну, или, да, или симс на максималках. В твоем случае, да, пускай будет так. Вот. Мы, короче... Я даже с друзьями обсуждал эту теорию, типа, очень долго, даже не один час. Смотрел всякие видосы, изучал все это. И это звучит все очень интересно и романтично, но, типа, я склоняюсь к тому, что это хуйня все полная. Потому что это такие, типа, теории и гипотезы, типа, происходят от недостатка знаний, мне кажется. Изначально, когда люди не особо разбирались в физике, математике и прочем, они выдумали Бога. Вот. А, типа... Ну, то есть, они не то, чтобы выдумали Бога, типа, они объясняли необъяснимое, типа, волшебством сначала магии, потом религией, потом язычеством, еще чем-то. Вот. И мне кажется, что эта теория, это что-то одно из этого. Это интересно, красиво очень звучит, но... Мне кажется, типа, надо обладать куда... Какими более крупными фактами, чем, блядь, какие-то там несостыковки в законах, типа. Мне кажется. Не знаю. Не думаю, что я, короче, чей-то аккаунт. Да, блядь, не знаю. Так, что в ближайшее время ожидать и над чем работаем? Так, над чем мы работаем? Блядь, вот так вот в двух словах теперь скажи. Я сейчас работаю над треком на альбоме Тима Аминова. Он выйдет весной. Это человек занимается электронной музыкой. Вы, наверное, видели, ранее я у себя выкладывал его клипы Орфей, который там, по-моему, Лада Кватания, по-моему, снимал. И чувак, ну, то есть, очень заморочен на электронной музыке, очень сильно заморочен над звучанием. И, в целом, ну, делает очень интересные такие нетривиальные штуки. То есть, это не просто грустно там, весело, это какие-то интересные настроения необычные. Вот. И мы с ним, типа, делаем третчик на его релиз один. Что, что, еще что-то у меня должно было быть. У меня, по-моему, два трека отписано Бадмену на его релизы. По-моему, два даже релиза. Вот. Это на одном, на одном, кстати, будет, если я не ошибаюсь, с этим, блядь. Как раз, типа, и No Lay, и Bumblebee. Вот. У нас должна быть совместка, типа. Что еще должно быть? Мы сейчас работаем над клипом, подгружаем очень много всяких интересных штук. И из-за этого, блядь, меня сбивают трек. Должны все приступить к тестовым съемкам, но никак не получается, потому что, типа, ну, подготовка сама к клипу, типа, очень тяжелая. И не совсем это все получается. Вот же у меня произошла какая хуйня. Как только я дописал свой релиз, у меня начал дико крашиться комп. И я снес все, что у меня было, и уже не мог это поставить обратно. Потому что по каким-то необъяснимым мне причинам плагины, блядь, и прочая всякая хуйня у меня уже не так хорошо ставилась. Какие-то там permission rights какие-то я не мог обойти или еще что-то. В итоге, ну, типа, я психанул и решил сделать для себя эксперимент. И, типа, скинул мак и пересел на винду. И открыл для себя очень много новой и интересной хуйни. Вот. Что-то из этого, надеюсь, получится интересное. Я думаю, что вся вот эта вот непонятная работа выльется в какой-то определенный микстейп, который я покажу весной. Надеюсь, даже ранней весной. Но это не будет какая-то концептуальная составляющая, еще что-то. Это будет огромный продолжительный срок работы. Не совсем понятно, в каких жанрах. Но, скорее всего, это будет UK drill, скорее всего, это будет UK rap, скорее всего, это будет какой-то другой европейский или западный рэп. И это будет, типа, смешиваться с граймовым каким-то определенным звуком. Потому что есть еще какие-то такие интересные коммерческие вещи в грайме, которые мне очень интересно сделать. Но до них еще, типа, надо дойти. Я не знаю, если напишутся, они напишутся. Я обязательно вам их покажу. Мерчуку сделаем. Клип сделаем. Ну и все, епта. А что нам еще в жизни надо? Ну, не знаю, короче. Возможно, появятся какие-то еще... Как только что-то появляется, я вам в основном об этом говорю либо в Телеграме, либо еще где-то. Вот. Что нужно, чтобы начать записывать музыку? Совет для начинающих, так сказать. Ничего, телефон на самом деле. Потому что вот у меня, когда не было ни микрофона, ничего, типа, я понимал, что, ну, типа, нормально я более-менее звучу или нет, отправляя просто войсы своим друзьям, типа, в Телеге. Мы постоянно обменивались войсами с демками, и когда кто-то говорил, типа, блядь, вот это охуенно. Пошли на студию и записывали. А так, типа, зависит от того, какое качество ты хочешь получать. Новый альбом Продиджи, стыд за самоповтор или удовлетворение фанатов, допустим, или для мэтров ничего нового не использовать, или это даже похвально? Блядь, да вот, типа, знаешь, на самом деле, ну, дохуя таких людей писали такие, ну, типа, треки, как Продиджи. Сколько таких ты сможешь назвать? Я вот не смогу назвать ни одного, потому что эти люди, блядь, в свое время сделали просто мировую революцию в электронной музыке. Ну, и, как бы, блядь, типа, если человек, ну, сделал что-то охуенное, это не значит, что теперь, блядь, по щучьему желанию, по щучьему велению он должен, блядь, встать на конвейер и каждый месяц, блядь, культы вот эти вот выкидывать, чтобы они все, блядь, культовые были, мультиплатиновые. Такая хуйня удается единицам на всей, блядь, планете в какой-то определенный момент их жизни, и эта хуйня происходит раз в десятилетия, типа. И то, что они, там, таким образом уже отбивают свои бабки, там, типа, играют старым звуком на старую аудиторию, блядь, отбивают бабло еще, ну, как угодно, то есть называют, типа, обвинять их за это как минимум, блядь, нельзя, потому что, ну, типа, ты тупо такого звука бы не слышал. Хотя, может быть, слышал, кто-нибудь за них бы сделал просто, и все. Вот, поэтому, типа, я очень, ну, так, типа, хуево отношусь к таким, типа, мыслям из разряда, блядь, вот, типа, ебать, он написал первый альбом, и он разорвал весь мир, а второй написал, и он разорвал полмира. Вот, ебать он, пидорас, надо его, блядь, хуесосить. Да нет, типа, он остается таким же легендарным. Вот. Мне кажется, все должно быть именно так. Ну, я, я, по крайней мере, как исполнитель, типа, у меня есть какая-то солидарность, я, я прекрасно понимаю, что это такое, блядь, написать трек, который хуй потом переплюнешь, и, ну, типа, дело не в том, сколько ты стараешься. Грайм или мамбл-рэп? Нет плохих жанров, блядь. Мне, 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 типа, я, да, я даже не знаю, как на этот вопрос ответить, типа, ну, то есть. Мамбл-рэп, ну, наверное, грайм для меня лично звучит лучше, потому что в мамбл-рэпе, ну, типа, делают немного все не в ту сторону, в которую мне нравится. Если бы делали бы лучше, мне бы нравился больше мамбл-рэп. Но в нем есть интересные ритмические интонации, ой, блядь, всякие ритмические конструкции, всякие интересные интонации, которые прикольно можно по-разному использовать, типа. В принципе, рэп так и эволюционирует. Появляются какие-то разные, ну, мне, по крайней мере, так кажется, проявляются разные всякие ответвления от основного рэпа. Из них собирается все самое лучшее и уходит в рэп. И рэп идет дальше так. То есть сначала это был, блядь, Дёрти Саус, потом это был трэп, звучащий и в том, и в том случае на 808-х. Сейчас это, в принципе, рэп. Он звучит так. Рэп без 808-х, блядь, очень редко бывает. Вот. Я не могу назвать никаких фрешманов этого года по причине того, что я тупо не слушаю русскую музыку. Я, ну, то есть я честно, искренне не ебу. Классач, EP, есть кто-то на примете для фита? Ну, не знаю, EP хочет быть более осознанно, когда я, ну, типа, проведу свой результат работы вот в этой EFL-ке до марта месяца. Тогда уже задумываюсь об эпихе. Ну, а может быть, просто сяду за арбом сразу. Хуй его знает. Столько еще всего поменяется. В треке «Пепел» крутой припев, будет ли что-то похожее? Блядь, вот. Ага. Ой, тут еще написали, что-то я не нажал. Что он скажет, что он насчет критики Антона Забе по поводу ФБ-4? Я не смотрю, что он делает. Поэтому не могу ничего сказать. Сколько релизов стоит ожидать в 2019-м? Сколько релизов, блядь? Если вы из оптовых поставок, наберите нам, пожалуйста, на почту. Как ты справляешься со стрессом? Чувствуешь ли ты какую-то творческую ответственность за то, как могут понять твои тексты слушатели? Блядь, ну, типа, не знаю, большинство, ну, слушать, ну, людей, которые слушают мою музыку, они все через жопу воспринимают, поэтому я не могу за это нести ответственность. А как, как я справляюсь со стрессом? У меня есть плойка. Все. Я выключаюсь, нахуй, дня на два, на три и все. Увидим ли мы тебя на РБЛ? Блядь, нет. Слышал ли когда-нибудь про британцев Хак ТВ, стадовая смесь Mad Metal, Agenda, Сграйм Чит? Чего, блядь? Ну-ка, давайте послушаем. А, блядь, активист, все, я вспомнил эту буйню, да, мне недавно показывали, месяц где-то назад мне показывали. Причем, блядь, если не ошибаюсь, мне Еник показывал клип с этими пацанами. Да, и он говорит, типа, смотри, как можно, я такой, блядь, нихуя себе, типа, реально можно. Ну, прикольно, интересно, но мне очень сильно напоминает это, блядь, Foreign Beggars. Правильно я назвал? Да, Foreign Beggars. Ну, типа, такое. У них более электронные, но вот именно они ранние почему-то мне вот прям напоминают. Вообще, было вот какое-то время, типа, когда в электронной музыке начали появляться такие, типа, гибридные чуваки, которые вроде бы и рэп читают, но читают, типа, под электронщину исключительно. Ну, блядь, у них даже читка, типа, блядь, вот эта вот бумбеповая, блядь, какая-то. То есть, Foreign Beggars, Dope, Dodee, которые хардкор хип-хоп хуячат просто под воблу. Кто еще? Вот, активист, по-любому еще кто-то есть, еще кто-то есть. Блядь, Маргер, по-моему, в грамме пытался что-то тоже под дабстеп запулить, блядь, не помню. Ну, вот, короче, была какая-то такая определенная, типа, волна. И что-то мне подсказывает, что они вот из тех годов, 12-х, 13-х где-то. Добавишь текст из терминала куда-нибудь. Ну, типа, я подумал, что все в этот раз все поняли. Потому что я читал вроде не так жестко. Ну, вроде понятнее, в этот раз понятнее, чем обычно, блядь. Ну, столько жестко. Хотя у меня есть такая хуйня, я пишу, типа, быстро, если пишу быстро текст, и сразу его записываю, я послушаю, такой думаю, блядь, вроде нормально. Через два часа я возвращаюсь, включаю, я, типа, нихуя не могу разобрать, что я читаю. Он, типа, как будто другой чувак. Я успеваю забыть этот текст. Если жажда, нет, шанса нету. Хотя, может быть, и есть. Вдруг ты успеешь за 10 секунд скинуть трек сообщения группы. Но ты же ведь не успеешь, правильно? У тебя осталось всего пять. Давай, нашел хату на Новый год. Да, я нашел хату на Новый год. Какие... Свою, блядь, даже заплатил за нее. Какие места в Москве можешь порекомендовать к посещению, кроме твоих концертов? Можно сходить в ховринку. Никита, ее сносит. Ну, еще не снесли же ведь. Блядь, я с 2000... Блядь, какого? С 2010-го, наверное, года слышу, что ховринку сносит. Но никто ее еще не снес. Блядь, какого? Блядь, так, какие места? Аня, какие места можно порекомендовать в Москве к посещению? Мы не можем порекомендовать места, в которые мы ходим. Мы не можем. Все, пацаны, сидите дома, смотрите в окно. Версус. Версус в СПБ. я из-за того что активистов врубила не могу плейлист вернуть так вообще охуенная тема говорят снесли ховринку уже снесли нихуя себе интересно побольше услышит о твоей молодости при ободряют истории как люди да я все еще молод поэтому я рассказываю истории прямо сейчас король грайма был есть остается вайли и всегда им будет как блять можно нахуй королем королем кого-то другого считать кроме вайли почему так мало написали я может пропустил да это пиздец просто полная просто блять меня постоянно нахуй сносит еще что битболт блять что другие вот его летний релиз вышел вообще на самом деле короче у меня очень большие надежды что вы начнете вот врубаться именно вот в такой типа эскиз звук это вот это конечно можно читать но это по большей части самостоятельная хуйня типа как инструментальный грайм и там типа взяли очень много олдскульных звуков из эски грайма которые еще пуляли вот на самом рассвете жанра и их типа очень сильно преобразовали и причесали и привели в коммерческое очень охуенное по сравнению с тем что было очень коммерческое состояние и типа чуваки батлянса такими ритмами то есть они показывают именно свой стиль свой скилл максимальный тут заемного разъема просто полные идут посмотрите видосы битболос послушайте лью и б послушайте рэпча фуди дать сумасшедшие чуваки рутки тоже охуенный но рутки немного не по этой теме хотя принципе блять вот это тоже охуенная тема ты слышал ее джей я не понимаю как мне можно не врубаться блять фонг охуенный жанр мне очень нравится его атмосфера и перкуссии вот эти так надо что-то проще вырубить немножечко все я снова с вами это треки я плейлист формировал под сетом граймовым можете зайти там все посмотреть в принципе блять ну это грайм сет конечно тоже блять не самая простая штука которая нам далась на самом деле потому что типа ну то есть я ее сделал с это этот эфир я сделал со второго раза это только потому что мы хотели типа сделать несколько тейков ну и потом выбрать соответственно лучше мы сделали два по 12 минут нас уже выгоняли блять со студии потому что надо там блять надо было кому-то убегать все это оборудование которое мы везли мы думали что мы не сможем подключить и записать и пульты и микрофон одновременно блять будет задержка еще какая-то хуйня в итоге мы кое каким образом блять это сделали это все просняли я приехал домой срезал он начало сета потому что ну ну типа не не такое пиздатое было вот и типа оставил чуть больше чем половину до докрутил этот звук сидел его блять еще сводил где-то не знаю как он там блять насколько он пиздато сведен но меня вроде слышно это достаточно я думаю вот и выложили эту хуйню но блять я больше никогда не буду заниматься организацией такой хуйни мне нужен человек ответственный отдельный под это очень тяжелая штука в плане организации заебись что новогодний микс охуенен те кто были на концертах в туре они должны знать что именно про эту штуку я и говорил что я хочу типа запустить такой формат но я к сожалению все не мог то раздобыть помещение то сделать еще какую-то штуку то блять я приходил на какие-то радио мне говорили какую-то хуйню типа и я у меня была боязнь типа что проект блять скатят в говно типа стоит мне только отвернулся в какую-то сторону не совсем понимал как вести этот проект потому что им надо очень плотно заниматься в конечном итоге я психанул блять взял камеру взял big альфа и пошел и снял сам собой типа ну а дальше как будет ссора вайли скепты и уход из baby она что думаешь ну типа блять я вот на эту хуйню еще типа разговаривал еще полном снова и тип когда я говорил новый типа что вайли 10 скепту за то что он поп-стар но вы мне ответила но блять вайли тоже поп-стар и правда блять вайли поп-стар потому что у коммерческой хуйни столько просто ебанешься и он на своем godfather альбоме тоже пытался блять делать такие попсовые вещи он пытается петь блять в грайме какая-то тоже такая блять непонятная странная хуйня типа чего они срутся да блять ну я могу строить только догадки блять и какую-то сплетническую хуйню а по факту я не знаю но типа юки юки дрил как я услышал от многих типа и сам в принципе к этому пришел еще раньше что юки дрил является эволюционной формой грайма ну потому что блять кстати всем советую заценить видос этого блять а ничего не заценивайте нахуй у нас же здесь новогодний радиоэфир мы будем включать это правда вы будете слушать а не смотреть ты слышала его тему на дейли дайпе биг шака он сделал в этот раз охуенно ну то есть это не не так чтобы это типа комично у него флоу за ебатый здесь нет вот дальше будет охуенный и все посмотрите тоже дейли дапе с биг шаком давай вот смотри блять здесь вообще пиздец да Субтитры сделал DimaTorzok 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 бейслайн вставляешь и все, сразу динамика в два-три раза повышается. Причем, блядь, типа, ну, по бейслайну, типа, очень-очень-очень мощный продакшн, потому что это хиты, которые, типа, еще какими-то очень-очень серьезными продюсерами за ремикшены были. Вот, и из-за этого звук, конечно, ебейший пиздец получился. У меня, блядь, треки так не звучат, как этот ебаный сет. Мне просто присылают, блядь, смайлики. Открой, пожалуйста, плейлист. А нахуя мне его открывать? Зайди в паблик, открой его сам. Что за хуйня? Ну, давайте, короче, мандом, подсуетитесь, блядь, вопросами на общак, блядь. Давайте, скиньте что-нибудь интересное, чтобы я еще с вами поговорил, а то вы мне смайлики одни отсылаете, блядь. Какие жанры, кроме UK саунда, нравятся? Сука, хотел сказать Future Garage, блядь. Minimal Techno. Британская Techno мне нравится. И с этими, блядь, с Detroit Accordами. Обожаю, блядь, просто. Не знаю. Из европейского электронного саунд-попа. Я точно ничего не слушаю. Ну, потому что, типа, всякий шведский хаос, это, блядь, немного не моя тема. Я даже рэп, если честно, слушаю хуево. То есть, у меня сейчас, типа, короче, я все слушаю, типа, в качестве референса. Я сразу начинаю думать, типа, во пиздато, блядь, что здесь за фишки, что здесь за фишки. Я нормально музыку слушать не могу. Единственное, что я могу нормально слушать, это всякие, типа, минималистик трэповые миксы, Future Garage миксы, Minimal, Techno миксы, и вот такая вот хуйня, под которую я, типа, либо дизайню что-нибудь, либо просто сижу залипаю. Вот. А все остальное, ну, типа, вот я вам включил музычки послушать. Но я нихуя, нет, не слушаю этого обычно. Вопросы поиски-цинсиметричные. Там сам саунд написано было. Сислинг, Мандом, а Мандом. А это другой вопрос, получается. Да, и будет. Мандом, блядь. Как, как, как не колхозно назвать Мандом? Гей. Ну, типа, ну, типа, гейнг, да, типа, сквад, блядь. Сквад. Блядь. Ну, я не могу сказать братва, блядь, потому что это уебищно звучит. Ну, гейнг, понятно. Ну, 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 да, типа, просто сквад чуваков каких-то, короче. Че там, скэнг? Скэнг это ствол, по-моему. Нет, там дальше... Пушка. Вагван. А, вагван? Вагван это, типа, сокращение от what's going on, типа, ну, грубо говоря, как воссап, типа, здороваются так. Или задают вопрос, типа, в чем дело, нахуй, че там, как там. Юданал? Ну, ты не врубаешься. Граем как перспективный жанр в музыке, видишь его? Ну, блядь, типа, я заебался, на самом деле, на эту хуйню. Гелдам? Ну, Гелдам это, типа, то же самое, только с тёлками, как Мандам и Гелдам. Блядь, короче, типа, я ничего не могу думать по поводу жанра, блядь, потому что один раз, блядь, Грайм был уже мёртв несколько лет, и всё-таки, типа, ёпта, Грайм is dead, Грайм is dead, потом, нахуй, пять хитов, блядь, по-моему, выскочило в течение двух-трёх месяцев, и, типа, Грайм разорвал нахуй на весь мир. И по такому принципу работают все жанры музыкальные на этой планете. Если у жанра нет развития, не появляются новые имена, не происходит развитие самого жанра, то есть, ну, новый звук, новые пиздатые штуки, хиты. Если этого нет, жанр погибает. Любой, даже рэп. Всё, типа, в это сложно поверить, блядь. Но, кроме техно, техно похуй. Вот техно никто не... Невозможно, блядь, убить техно, блядь. Ну, сколько, блядь, ему лет, ёбаный в рот? Она неубиваемая просто. Ничего не меняется уже лет 10-20, блядь. Вот, техно единственный, наверное, жанр, которому просто похуй. Вот. А все остальные... Не будет хитов, не будет развития жанра, не будет новых имён, всё. Типа, жанру пизда, любому. Ну, сейчас, типа, в Англии огромная платформа, типа, дриловая, создана. И чуваки, которые, блядь, ну, растут на этих улицах, скажем так, они пойдут дрил читать, блядь, они играем, и это очевидно. Потому что, ну, типа, они варятся в этом. Как только у них это произошло как явление, у них сразу появились. Масс-медиа свои, неважно какие, у них сразу появились, типа, сразу люди, которые работают, чуваки, которые учатся это делать, типа, сразу биты начали писать. Всё, то есть, образовалась маленькая индустрия. И они сидят и хуярят это до бесконечности. На своих, типа, новостных ресурсах ротируются и, типа, ебут в рот и кладут хуй на всех. В России этой хуйни, типа, не произошло. То есть, конечно же, были крутые треки и так далее, и вроде бы были как грайм-СМИ, но вот этой вот самой, типа, индустрии так и не произошло. Она вся какая-то такая, через жопу, блядь, была. Вот. Поэтому, типа, говорить о каком-то развитии, это и должно быть, по сути, развитие. Сейчас развитие грайма должно быть в том, что в нём должно быть дохуя имён, которые, ну, там, не знаю, больше, чем 10 тысяч подписчиков будут. И должны быть какие-то СМИ, которые, ну, ну, короче, вы понимаете, должна быть движуха. Движухи нету. Поэтому... Так что, чё будет с жанром дальше, я не знаю. Но боюсь, что ничего, типа, просто эпоха заканчивается, может быть. А может, не заканчивается. Может, Вайли начнёт исполнять дальше. Вайли и Еку. А? Говорю, а кроме Вайли и Еку? А кроме Вайли всем похуй. Типа, мне сказали, что Драйку... Мне, мне Биггалф сказал, что всё, типа, Драйк убил Грайм. Как это, блядь. Как явление, потому что, блядь, все после него, блядь, хотели это... Ну, ебашить рэп и, типа, ротироваться в World Wide, а не ебашить Грайм только на Англию. Ну, а то всё. Чё-то там он сказал... Meet the US rappers and don't do Grime anymore. Чё-то такая хуйня какая-то угарная, блядь. Ну, типа, блядь, пообщайся один раз с Америкосами и забудь, нахуй, про Грайм на сигна, блядь, типа. Да. Сегодня написали, блядь, короче, на Канобу, типа. Вот, Никита там, блядь, стелет на ритмах и там выложил, короче, он ещё плейлист с такими известными хип-хоп-исполнителями, как Флэйва Ди, блядь. Флэйва Ди — это баба-продюсер. Сейчас она играет. И она не поёт, если что. Поёт Miss Fire. Она продюсер именно. Она просто пишет в Герридж. Блядь, пиздец. Альбом у тебя на очках. Посмотри внимательнее. Так, так, так. Ну, блядь, я вроде постарался ответить на всё, что мог. Короче, блядь, готовьтесь, заряжайтесь новогодним настроением. Был очень рад с вами всеми пообщаться, потому что в следующем году мы будем вас всех жёстко пиздить музыкой. И будет охуенно. Будет много всего, будет много интересного. А если вам не будет это нравиться, мы создадим отдельную телефонную горячую линию, где мы будем говорить ваше мнение, очень важно для нас. Не знаю, что-нибудь придумаем, в общем. Короче, давайте. На связи. Всех обнял. Да ёпта, блядь.